итак сегодня bitcoin пицца дэй и мы забираем нашу пиццу мультиграйся сегодня друзья пицца дэй сегодня программист ласло отдал даже не за три вот такие а за 2 всего вот такие пиццы 10000 биткоинов вы представляете себе 10000 битков это сейчас 700 миллионов долларов по нынешнему курсу вот но тогда конечно этого знать не мог тогда это стоило фигню и сейчас я вот потратил примерно 10000 сатоши эти три пиццы чтобы понимали так что так что так вот опа короче действий битков это было вы понимаете что столько же сколько сейчас вот я отдал 10 тысяч сатоши за эти замечательные три пиццы но самое прикольное что этот программист ласло он даже не сожалеет об этом более того он рад что он по сути запустил первую биткойн транзакцию которая как бы была привязана к реальному сектору то есть реальным товаром понимаете до этого смотрите какая красивая провинция сана сидра до этого он собственно bitcoin вообще ничего не стоил и за него ничего не покупали ну чё мы ехать то будем или нет вон уже там зеленая точка на сайфере загорелась короче по сути это была первая вообще транзакция биткойна в реальном секторе то есть первая транзакция биткойна как платежного средства друзья поэтому вообще респект большущий этому человеку самое главное что он не жалеет об этом в конце концов 70 миллионов долларов это что такое но это пшик который все равно потратишь и не вспомнишь да тем более скоро уже это будет 70 миллионов сатоши будет скоро больше чем сейчас миллионов долларов но мы пока тогда чего едем в офис с вами и чтобы предать этой замечательной пиццы и тогда друзья именно сегодня этот самый ласло хайнц хейниц купил две пиццы папа джон за 10000 фанкен счет биткойнов друзья я только что купил три пиццы за 10 тысяч сатоши чтобы вы понимали ну ладно гоню не за 10 я купил три пиццы за 40 тысяч песо это где-то ну где-то 30 30 тысяч сатоши но все равно извините меня 30 тысяч сатоши а чувак отдал 700 миллионов долларов по нынешнему курсу прикиньте или триллион сатоши все с чего пошли мемы уже смотрите какие хорошие вот виды головной боли стресс гипертонус или что это мигрень и получать напоминание каждый май что я купил две пиццы за 10 тысяч биткойнов короче действительно все было так но надо сказать что этот чувак он замечательно это воспринял он мало того что не совершил самоубийство и не повесился на плавленом пармезане с этой пиццы он сказал да мне пофигу я рад что запустил первую в мире биткойн транзакцию в качестве оплаты товаров то есть в качестве средства платежа это был первый случай когда в качестве средства платежа приняли биткойн то есть он реально договорился с чуваком и замутил вот это вот все а у нас в телеге по этому поводу идет бурная дискуссия кстати если вы до сих пор не подписаны к нам в телегу можете исправить эту ошибку прямо сейчас по qr-коду на экране либо по ссылке из описания теперь давайте поговорим про биткойн как биткойн отреагировал на это замечательное событие имеется ввиду с точки зрения цены да да никак собственно не отреагировал на это замечательное событие пока мы стоим ровной полкой вчера у нас здесь были с вами сильные продавцы по trdr я об этом писал опять же у нас в телеграме как видите у нас были сильные покупатели вот здесь вот здесь выталкивали цены наверх сейчас у нас снова сильные продавцы то есть в принципе мы уперлись вот они здесь тоже видите были сильные продавцы в стаканах бинанса и байбита бит феникса хобби окикса и прочих крупных бирж вот ссылки на которые кстати все есть в описании значит мы пришли в зону сопротивления на зону резистанса как говорит наш друг тонвейс что мы можем здесь видеть что в принципе исторически отсюда от этой зоны нас разворачивала то есть мы этот уровень не могли пробить и снова здесь вот маячит продавец которого сейчас собственно решается судьба вынесем мы его на этот раз вперед ногами этого шартиста или не вынесем я склоняюсь к тому что все-таки напрашивается флэта либо коррекция то есть я вам об этом говорил все это время вот уже была одна коррекция я думаю что если мы сейчас этот уровень не пробьем если мы реально не закрепимся выше 73 я думаю что вероятнее мы пойдем вниз снова спускаться к к дну этого канала опять же у нас тут посмотрите первые покупки вот отсюда удерживали цену потом мы провалились да вот сюда ко вторым покупкам то есть я думаю что как минимум к первым покупкам нас вернут если мы увидим сейчас опять же откатное коррекционное движение то есть как бы все меняется ежесекундно вот мы падали все говорили скам шорт сейчас в итоге мы чуть-чуть отросли опять все уже радуются вот так что ничего мы еще пока не отросли даже толком смотрите не вернулись давайте посмотрим как мы вот этот уровень 72 пробьем если мы пробьем уровень 72 там я думаю что имеет смысл да уже тогда ожидать и 75 там и может быть 80 но пока мы не пробиваем вот эту плиту я считаю что вероятнее напрашивается коррекция либо в бок либо вниз это мое мнение я свои позиции все еще при этом держу по альткой нам совершенно другое у меня меня альткойны многие начинают стрелять несмотря на то что биткойн консолидируется тот же эфир посмотрите да как у нас улетел с вами на 3 800 до 3000 не могу сказать тоже что это прям такой органический рост вот эти конкретные свечки видно что это памп это может быть и памп и дамп с бартом симпсоном поэтому я по эфиру позиции сокращаю по битку позиции сокращаю шарты пока не беру но и лонги тоже поаккуратнее потому что ну ребят еще раз говорю это все пара болик конечно будем еще расти по любому то есть на споте ничего не надо продавать только добирать но на фьючерсах не знаю я бы это дело не шортил но и не ланговал сейчас поэтому вот я разгрузил большую часть позиции как вы можете видеть прямо сейчас хочу разгрузить еще часть вот чтобы забрать уже да я хочу с этой сделки забрать ровно 3 эфира могу себе позволить могу вот и вам тоже ребята желаю вот забрал 3 эфира все и вам тоже друзья мои советую вовремя take it profit потому что никогда не знаешь куда это все долетит вот и 10 миллионов сатоши забрано отлично это все кстати говоря еще делается не только для того чтобы поправлять собственное финансовое положение но также чтобы и ваше потому что ребята у нас на канале идет розыгрыш крипты я напоминаю что мы разыграем по пол миллиона сатоши или по 500 тысяч сатоши практически на каждом стриме ну через стрим скажем так так что обязательно пишите хорошие комментарии подписывайтесь на наш канал ставьте лайк если вы еще этого не сделали сейчас самое время и также будьте подписаны в телегу собственно это главное условие если вы пишете комментарии более менее развернуты чтобы мы поняли что вы не бот под каждым видео и подписаны на канал соответственно в телегу то вы уже автоматически участвовать в этом розыгры вот вот он кстати этот чувачок ласло а он говорит вот я договорился с чуваком он позвонил мне оплатил всю своей кредиткой и я ему перевел битки и все и его аляшка и вот вы видите оригинальные пиццы эти это моя дочка и рука она так радовалась и ты чё заплатил 10 тысяч битков за одну пиццу это было две пиццы на самом деле и знаешь я ну я потратил 30 40 долларов тогда по тем временам сколько бы это сейчас стоило хз чувак 80 миллионов не знаю вообще уже 700 миллионов уже в 10 раз вырос с тех самых пор биток да и хер с ним чувак она же тогда ничего не стоило поэтому я рад что я приложил собственно усилия в для того чтобы запустить биткойн в реальную рыночную экономику вот таким вот вольным переводом я для вас сделал ставьте лайк если вам такое заходит так что еще раз сухом остатке не хочу делать это видео слишком долгим все будет круто у всех ребята если не жадничать и не бояться на этом рынке в первую очередь потому что если вы будете жадничать и бояться то вы будете выходить час на лаях пальто по хаям ланговать там биток по локальным или еще что то короче все будет делать неправильно так как к сожалению идет большинство людей так называемая толпа толпа как все равно как ни крути состоит из нас с вами да мы всех с вами хомяки так или иначе вот поэтому давайте стараться быть на правильной стороне рынка то есть меньшинством все таки быть и вот и помните что да это все вот туда это все идет вот туда но через коррекционы такие что выносить будет всех поэтому никаких финансовых советов я вам тут давать не буду сами все решайте это просто ознакомительный развлекательный крипто контент и давайте глянем эфир и из детей по бинансу до эфир поездить и по бинансу я так и думал продают ребята продают активно и здесь под продали и знаете чё ну вот вот у нас была предыдущая поддержка как вы видите идеально вот здесь она была не идеально но тоже долго держали уровень а здесь тоже продавали поэтому ребята это все в долгу очень круто работает кстати говоря на trdr на этот замечательный скринер который показывает он чейн дату со всех стаканов бирж это не какие-то левые индикаторы это реально данные из стаканов бирж в реальном времени что происходит кто продает сейчас или кто покупает так что обязательно переходите по ссылке из описания либо по qr-коду на экране подключайте потому что через нашу ссылку 20 процентов скидка на этот замечательный уникальный сервис ну и в долгую помните что еще не велик риск особенно социальный ребята социальный риск вообще блин я просто в шоке социальный риск упал еще ниже 001 социальный риск 0 0 0 6 то есть пол процента социальный риск пол процента ребята в то время как уже по 52 по 73 по 50 процентов по 52 53 уже риск тех анализа риск он чейн метрик ну и вообще здравый смысл мы уже на середине баурана как бы плюс-минус но социальный риск 0 0 0 6 то есть вообще никто не подписывается не лайкает не смотрит новых подписчиков нету интереса в интернете крипте нету видите новые подписчики вообще не идут даже на самых крупных крутейших англоязычных крипто каналах так что ребята я думаю пора завершать этот выпуск пускай он будет сегодня коротким а я о нифига какой у меня свет а я буду есть собственно bitcoin пиццу и вам тоже советую заняться тем же самым всем профит роли спасибо что смотрите и до следующих выпусков пока бомбисимо